Естественно, что железная дорога это опасный участок, все это понятно, но альтернативы нет. Мост не освещается вечером, мост, ну, скажем так, в не очень хорошем состоянии. Вот эта улица вечером, здесь идти не очень безопасно, тут темно и страшно. Улица, ну, ломать здесь ноги тоже не. Я хожу пешком, допустим, на работу, мне 40 минут пешком, но это на микрорайон. Я ходила через вот этот переходик. 40 минут я точно так же теперь езжу вокруг. Скажем, по времени я ничего не потеряла, не выиграла, но мне бы хотелось пройти пешком. А проезд будете оплачивать, да? Идти на вокзал мне тоже неудобно, я ходила по переходику, по Котовскому, вот дальше по улице города. Ну и при зацете я сейчас вот езжу вокруг. Два и деньги проездят. Я понимаю, но вы поймите, что у нас проблема по закону это безопасность. И вот эту проблему нам, альтернативу, никто не предложил. То есть нужно было нам предложить, мы вам сделаем мост, мы вам отремонтируем дорогу, сделаем безопасное освещение и так далее. Никто этого не сделал. Что значит безопасность? Там совсем другой вопрос на железной дороге стоит. Там стоит воровство и то, что у них там кто-то что-то уходит. То есть получается, что вы не видели. Не вот эти люди, которые здесь живут и пользовались этим переходом. А с той стороны не закрыли. И проблему воровства на предприятии решаются всем по-другому. Но не за счет людей. Я считаю, этот вопрос нужно вынести на городскую сессию. Чтобы депутаты решили на государственном уровне, как выйти из этого положения. Потому что здесь живут очень много стариков, очень много детей, которые ходят в школу. Уже об этом не раз говорено сегодня. И улица ужасная. Вот эта улица, на которой мы стоим сейчас, после дождя, вы можете посмотреть, пройти какие там лужи. Что будет в распутницу? Что будет здесь осенью? Что здесь будет зимой? Гололед по мосту. Как старуха с палкой? Вот стоят бабульки с палками. Как они пойдут по этому мосту? Как дети будут ходить? Они подумали об этом? Не думают о людях. Это сейчас уже, да? Правильно? Вечером здесь идти, аллоёд, льдов. Ну ничего нет, не хочется. Хочешь, что хочешь.